Доброе утро, Салтанат! Красивая, красивая! И вам доброе утро! Вот в банк собралась, решила копить деньги. Хочу депозит открыть. Теперь буду девушка с приданным. Ну а зачем ты так нарядилась? Может быть, прям там сразу и замуж выйдешь? Хочу понравиться менеджеру банка, чтобы он мне посоветовал самый лучший депозит. Вот даже новые туфли принесла, хотя они мне жутко жмут. Тебе не в зеркало нужно смотреть, а посмотреть, какие бывают депозиты. Сроки хранения, процентные ставки, гарантии. А потом сама менеджера банка на свидание пригласишь. А пока давай работать. Время – деньги. Так я никогда не накоплю на приданное. Вон сколько надо знать, чтобы открыть депозит. Так все женихи разбегутся. Жизни без денег не бывает. Но иногда и с ними нелегко. Как правильно тратить, а еще и откладывать? Или форс-мажоры? Что с ними делать? А уж если попал в кризисную ситуацию, то тут уже не до денег. Жилье бы сохранить. Еще древние философы говорили – будь бережлив и готовься к завтрашнему дню. Но как правильно сберегать свои средства и ориентироваться в море предложений и рекламы? Из сегодняшней истории мы узнаем, как копить с умом, какие есть особенности вкладов и что еще нужно учитывать в этом вопросе. Специальный финансовый консультант поможет нашим героям разобраться во всем. Мария Игоревна, что случилось? К вам тут один солидный мужчина на прием просится. Говорит, что настоящий миллионер и ему нужна консультация, на какой депозит вложить крупную сумму денег. Вот бы мне такого жениха. Хорошо, Салтана, запиши его на сегодня после обеда прямом. А пока подготовь нового клиента досье и все, что касается депозитов. Процентные ставки, условия и сроки. Кстати, информация по вкладам тебе тоже не повредит. Хорошо. Дело номер 615. Серик и Манкулов. 52 года. Женат. Прораб в строительной фирме. Выбор депозита для хранения крупной суммы денег. Можно? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы пришли на полчаса раньше. Не знаю, даже вас смогут сейчас принять или нет. Уточните, пожалуйста. А то время, деньги. Нет, не хотелось терять. Ни то, ни другое. Моя начальница тоже часто любит повторять это слово. Ладно, проходите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серик с супругой всегда жили одним днем. Тратили все, что зарабатывали. Благо, доходы позволяли. Поэтому за 28 лет совместной жизни так и не научились копить. Но недавно они получили в наследство от дальней родственницы квартиру. И Манкуловы решили ее продать, а вырученные деньги положить на депозит. Их единственный сын уехал на три года работать по контракту за границу. К его возвращению супруги и планируют купить ему отдельное жилье. А летом собираются порадовать себя туром по Европе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто бы мог подумать, что твоя тетя оставит нам квартиру? Только жаль, что в старом доме ужасная планировка. А то бы там наш домерчик жил бы. Ну, он когда-нибудь женится. А что если вот эту квартиру продать, взамен купить? Ну, пусть будет не трехкомнатная, а, скажем, двух или даже одну комнатную. Но зато в новом доме. Ну, без домера брать ничего не будем. Вдруг ему квартира не понравится, и он там жить не будет. Ну, давай тогда все деньги на депозит положим. За два-три года, я думаю, хороший процент набежит. А он сам приедет и выберет себе жилье, какое захочет. А потом женится, на внуков народит. А то сейчас такие невестки пошли и хотят со стариками жить. Это ты себя стариком называй. Я еще молодая. А может, я с Келлингой не хочу жить? А насчет продажи квартиры ты прав. Нам на отпуск деньги останутся. Вот по Парижу видите. У нас женой даже накоплений-то никогда не было. Тратили все, что заработали. А что? Ведь один раз живем. Но сейчас самое время копить. Начать, то есть, введи и пенсии не за горами. И потом есть повод, когда такое наследство еще достанется. И вы абсолютно правы. Депозит – это самый надежный способ сохранить свои сбережения. Тем более, он еще позволяет заработать за счет банковского вознаграждения. В общем, я пришел к вам за советом. Мы женой, скажем так, нам все безграмотно. И правильно, что пришли. Сейчас самое время во всем разобраться. Слушай, а что если банк лопнет, а нам деньги не вернут? На работе с мужиками говорили, они мне посоветовали, в первую очередь, хороший банк найти, надежный, чтобы у него репутация была приличная и рейтинг солидный. А как ты узнаешь, что он хороший или нет? Все они говорят, что они порядочные, никого не обманут, а потом ищи и не найдешь. Ну, мужики говорят, что есть фонд гарантированных депозитов, тогда лопнет банк или нет, это вкладчиков уже особо не беспокоит. Гарантированную сумму обязательно вернут. Что-то все мужики, мужики. Сейчас никому не доверять нельзя. Нам нужен совет знающего человека, чтобы потом локти не кусать. Так я вот оказался у вас, вы жену решили. Лучше сейчас потратить небольшую сумму денег на грамотную консультацию, чем завтра терять крупное от незнания. И это правда? Ваша супруга права особенно в том, что нельзя верить на слово, особенно рекламе. То есть, выбирая банк, вам нужно собрать на него досье. То есть, банк должен быть с хорошим кредитным рейтингом. Выполняющий нормативы регулятора. И работать он должен длительное время. Всю эту информацию вы можете найти на сайте Национального банка. Деньги действительно вернут? Или это все пустые разговоры? Наши вклады защищает Казахстанский фонд гарантирования депозитов. И коллеги вас не обманули. Другими словами, если банк будет ликвидирован по решению суда, то вкладчикам компенсируют до 15 миллионов тенге по сберегательным депозитам, до 10 миллионов по всем вкладам в тенге и до 5 миллионов тенге по депозитам в иностранной валюте. Подождите, пожалуйста, я должен все записать. Уже когда выберете банк, определитесь, для чего вам нужен депозит. Будут ли это долгосрочные накопления, или же вложение денежных средств на короткий срок, или же возможность пользоваться ими в текущем порядке. После этого это позволит выбрать вам предпочтительный вид депозита. Долгосрочный, короткосрочный или сберегательный. Наиболее высокая доходность предусмотрена по сберегательному вкладу, а наибольшая свобода в распоряжении денежными средствами по несрочному вкладу. Оно на каком лучше подойдет? Идеально, когда накопления есть в разных валютах, на разных депозитах, с разными сроками хранения. Если честно, я бы хотел в тенге положить. По вкладам на цены в валютах процент выше, насколько мне известно. Все верно. На сегодняшний день именно тенговые вклады дают реальную доходность. Например, годовая эффективная ставка по двухгодичному сберегательному вкладу без права снятия денег намного превышает годовую инфляцию. Тогда как по валютным такого не скажешь, а ведь ставка вознаграждения по ним всего 1% в среднем. Помните, основная задача банковского вклада – сохранить наши деньги. А вот, мне еще непонятно, что такое капитализация вклада? Это хорошо, когда она есть, получается? Капитализация – это начисление последующих процентов на основную сумму и на предыдущие проценты. Так сумма депозита растет быстрее. Капитализация бывает чаще всего ежемесячной, редко – полугодовой. Но, как вы понимаете, чем чаще она происходит, тем быстрее растут накопления. Поэтому, выбирая вид вклада, всегда обращайте внимание, есть ли капитализация и с какой регулярностью. Ну-ка, верни назад. Там такая же квартира, как у твоей тетишки. Прям один в один. Посмотри, сколько стоит. Вот это объявление. Ну, точно. Тот же район. За эту трешку можно выручить 22 миллиона тенге. Ну, площадь, конечно, маловато. Даже 60 квадратов нет. Так, мы никуда не торопимся. Поэтому цены на квартиру скидывать не будем. А на поездку в Европу сколько денег нужно? Я хочу, чтобы мы с тобой ни в чем себе не отказывали. В каком-то веке на нашей улице праздник. Хотя, общую сумму с турагентством надо обсудить. 22 миллиона – это много. А по мелочам можно быстро растратить. Там 3 миллиона, тут 3 миллиона. Нет наследства. Нам никак нельзя все деньги тратить. Как только квартира продастся, все деньги сразу на депозит положим. Сразу. Я всем говорю, что финансовая грамотность экономит время. А теперь пришло время выбрать вам подходящий депозит. Итак, с октября прошлого года на депозитном рынке появились новые продукты – сберегательные вклады. В таких депозитах досрочно снимать деньги нельзя. Зато это компенсируется высокой ставкой вознаграждения по сравнению с гибкими вкладами. Другими словами, для тех, кому нужна мобильность в распоряжении деньгами, существуют несрочные вклады. А те, кому важна высокая доходность и максимальная гарантия, могут вложить свои деньги на сберегательные вклады. Доходность вкладов напрямую зависит от срока договора банковского вклада и возможности пополнения и снятия денег. Понятно. Итак, несрочные вклады характеризуются более низкой доходностью, но позволяют вкладчику беспрепятственно изъять свой депозит. В вашем случае это идеальный вариант для сбережений на отпуск. Максимальную же прибыль можно получить, разместив свои деньги на сберегательном вкладе. Это идеальный вариант на покупку квартиры для вашего сына. Но запомните, там предусмотрены повышенные требования к досрочному изъятию суммы. Вам придется за месяц до расторжения договора сообщить об этом банку. И самое неприятное, если вы все-таки решитесь забрать деньги заранее, ставка вознаграждения составит всего 0,1% вместо обещанных, например, 13%. Понял. А мы можем один депозит открыть на мое имя, а второй на имя жены. Пусть ей тоже будет приятно. Я даже советую вам так сделать. Опять же, это позволит вам более мобильно распоряжаться вашими вкладами и не ждать друг друга, чтобы управлять депозитом. Вы можете регулярно просматривать информацию о начисленных процентах и общей сумме депозита на данный момент. А если срок действия депозита истекает, то есть возможность автоматического продления депозита неограниченное количество раз. Ну, надо же. Отлично. Серик, готовясь к встрече с вами, я попросила дать совет экспертам. Он прямо сейчас даст компетентный комментарий, чтобы вам окончательно все стало понятно. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Пожалуйста, проконсультируйте нас. Сегодня банки предлагают широкий спектр депозитных продуктов в зависимости от потребностей вкладчика. Наиболее привлекательным с точки зрения доходности и гарантирования является сберегательный вклад. Данный вид вклада подходит для тех граждан, которые сберегают на долгосрочные цели и не планируют снятие денег с депозита до истечения его срока. Если же вкладчик нацелен накапливать постепенно, с возможностью частичного изъятия, то для такого вкладчика наиболее подходящим является срочный вклад, где условия гибче, но доходность меньше. Срочные вклады и сберегательные вклады могут быть сфиксированы либо с плавающей ставкой. Фиксированная ставка не изменяется в течение всего срока депозита. Ну что ж, теперь вы уже действуете по понятному алгоритму. И еще, если у вас возникнут любые вопросы по финансовому рынку, вы можете смело обращаться в мобильное приложение НПК Онлайн. Как хорошо, что я к вам пришел, а то я не знал, с какой стороны подойти к выбору депозита. Прежде чем положить деньги на депозит, выберите надежный банк. Финансовый институт с хорошей репутацией и стабильными показателями. Определите цель вклада. Готовы ли вы отдать в банк средства на длительный срок хранения под высокий процент, но без права до срочного снятия? Или же вам нужно распоряжаться деньгами на протяжении всего срока? Идеальный вариант – размещать накопления на разных депозитах в разной валюте с различными условиями. Выбирайте депозит с капитализацией вклада. Помните, что вклады защищает Казахстанский фонд гарантирования депозитов. Внимательно изучайте договор банковского вклада, прежде чем подписывать его. Хотя бы для того, чтобы знать, в каких случаях банк может самостоятельно поменять ставку вознаграждения при автоматическом продлении срока вашего депозита. Благодарю за разъяснение. Мы же прямо сейчас займемся поиском банка и депозитов. И как только квартиру наследство продадим, деньги туда положим. Отлично. Рада была помочь. До свидания. Ну что, Султана, ты что-то решила со своим депозитом? Если честно, я даже не знаю, в какой банк пойти. Зря только новые туфли с собой принесла. Мне кажется, тебе нужно внимательно и досконально изучить этот вопрос, чтобы потом не потерять деньги. А еще запиши клиента на завтра на утро, потому что во второй половине дня у меня дела на выезде. Хорошо. Всего хорошего тебе. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!